Итак, всем привет, с вами Добгай, и сегодня мы поговорим о том, как побеждать в войнах и, в принципе, в битвах. Так как без битвы, очевидно, войну, скорее всего, не выиграете. И начнем мы с того, что здесь есть две с половиной основных вещи. Во-первых, это экономика, во-вторых, это подготовка вашей армии, и в-третьих, вот именно что-то половинка, это подготовка ваших союзников. Давайте начнем с экономики. Что я подразумеваю под этим? Это состоит из двух частей. Во-первых, у вас должен быть хороший доход, потому что во время войны ваши расходы резко растут. Собственно говоря, вы мобилизируете в армию, и на них очень резко поднимаются расходы. Кроме того, если вы активируете призыв, то вы должны понимать, что ваши расходы увеличатся еще больше. Более того, расходы это одно, второе, увеличится потребление ваших военных припасов. Соответственно, вот эта вот, как раз-таки вторая часть нашей экономики для войны, это достаточное производство военных припасов. Потому что, если у вас их не будет, то ваши казармы, как и любые другие здания, будут получать дебаф к своему, к своим эффектам. Если у других зданий эффект это производство каких-то товаров, либо там услуг в виде бюрократии, да, там, то здесь это как раз-таки статы. То есть, если у вас не будет хватать каких-то здесь вот товаров, то у вас будут страдать напрямую статы. Причем, даже если у вас нету, казалось бы, первой помощи, которая дает только вероятность восстановления, да, у вас все еще будут страдать статы даже вот от всех вот этих вот других методов производства на казармах. Соответственно, вы должны понимать, что когда вы меняете метод производства на следующий уровень, вы должны обязательно этот товар иметь. И иметь также в запасе дополнительный, если вы хотите воевать с призывом. Потому что призыв, очевидно, здесь вот не указывается в расходах, пока вы его не призовете, ну, не начнете. Как узнать, сколько вам понадобится припасов для призывников? Ну, это достаточно просто. Можете посмотреть просто, кто у вас сейчас покупает, да, вот. Казармы тратят такие вот количества. Прикинуть примерно, сколько у вас призывных пунктов, потому что по факту, смотрите, значение за уровень, как это неудобно смотреть без модов, но, в общем-то, потребление что там, что там, примерно одинаковое. То есть, если у вас, грубо говоря, вот как здесь, примерно столько же призывников, сколько регулярных частей, скорее всего, ваше потребление увеличится просто в два раза. С небольшой погрешностью. Итак, я не буду уже подробно рассказывать, как сделать хороший доход и сколько нужно запасов, здесь примерно все по-разному для разных стран. Ну, а про доход рассказывать слишком много. Я немного про это говорил в отдельном видео про экономику. Возможно, я досниму и еще добавлю про торговлю. Так вот, если вы уверены, что у вас есть хороший запас, у вас есть достаточный доход, да, видите, это уже в войне. Ну, эта игра я просто прокрутил до первого конфликта. До этого, видите, это ванила, мне просто странно сдавали территорию, я не мог его начать. Прекрасная ванила. Так вот, теперь время подходит к тому, чтобы оценить силы противника. Как можно сделать, да, вы можете посмотреть без проблем свои техи, но вам же хочется посмотреть еще и вражеские, верно? Достаточно просто. Вы можете зайти в казармы и посмотреть, какие производственные методы там используются. Нужно понимать, что, во-первых, здесь может быть стоять не последний, то есть, условно, там может быть доступен хоть механизированная пехота, а могут стоять и регулярно для экономии денег. Но, даже если это так, то на то, чтобы сменить, все равно потребуется время. И все это время враги будут с дебафами от перевооружения. Перевооружение — это как раз-таки еще одна вещь, про которую я хотел бы напомнить, что если вы меняете средства производства на вашем метод производства в казармах, то у вас получается дебаф на всю армию, на все эти казармы, где вы сменили, в 85% атака и защита. Это очень сильно, так что вам действительно нужно делать это за год до начала этого конфликта. Потому что если вы начинаете и потом меняете, вам не хватает времени. Он проходит слишком быстро, выступаете в войну, не перевооружившись. И, опять же, даже если вы меняете вот здесь вот, что-то, да, что-то в одном месте вы меняете, дебаф на всю армию идет. Единственное, что я вижу, это то, что вот за медицинскую помощь, да, дебафа нет временного модификатора. Но вот все остальное, вы что-то одно поменяли, минус 75% всем войскам. Теперь про сами битвы. Как же их побеждать? Во-первых, конечно же, количество преимущества всегда полезны. Стоит понимать, что защитник имеет преимущество к атакующим по количеству войск, которые выйдут в битву. Но это не значит, что их всегда будет больше. У него просто ролл вот этот вот на количество сил в битве намного лучше, чем у вас. Всегда. Давайте разберемся, что влияет на ширину фронта, потому что это реально очень сложный вопрос. И самое главное, про него нигде в игре не говорится. Найти эту инфу почти невозможно. Надо искать где-то по форумам, возможно, в файлах игры. Но поскольку мне лень искать файлах игры, я дождался пока об этом, напишем, на форумах. Так вот, сначала есть общий кап территории. То есть общий, так сказать, теоретический размер фронта, ширина фронта в провинции. Это берется базовая, плюс инфраструктура. То есть инфраструктура в провинции, где идет бой. Причем, заметьте, что если вы атакуете, то это получится вражеская инфраструктура. Если вы защититесь, то это ваша инфраструктура участвует в формировании. И умножается это все на модификатор местности. То есть это могут быть горы, могут быть равнины и, в принципе, там леса, еще что-то. Причем равнины это 1, горы это 0,3. То есть в горах фронт сокращается просто безумно. И вот тут начинаются забавные вещи. Есть два случая, когда у атакующих больше атака средняя. То есть вот этот параметр. И когда у защитников больше. Да, получается два варианта. У нас больше, у них больше. Причем, замечу, что считается именно для атакующих атака, для защитников защита. Очевидно, что защитники в защите не атакуют. И здесь забавный факт. Если у атакующих она больше, тогда защитники увеличивают свой стат ширины на родном числе от 1 до 3. В зависимости от того, какая там разница между статами. Ну и там небольшой рандом тоже участвует. Если же у атакующих меньше атака, тогда атакующих... Вот с атакующими это происходит. Но не от 1 до 3, а от 1 до 2. И тоже с небольшим рандомом. И в зависимости от того, насколько там большая разница от статов. Ну и очевидно, что если получится вот этот вот бейслайн, мы его назовем больше, чем у вас войск, то они ниоткуда не появятся, просто у вас будут участвовать все. Но это не все. И вот здесь вмешивается фактор парадоксов, я его называю. У атакующих есть еще один дебаф на то, что они... Тоже рандомный кубик прокает. И они могут потерять до 2 третьих своей численности. То есть у вас было 100. Внезапно у вас осталось там 30-40. У защитников такой же тоже есть прок, но он до половины. То есть вот здесь вот и работает вот этот вот рандом. Плюс вот эта разница в статах. То есть именно из-за этих вот очень очевидных механик фронты получаются просто безумными. Какой генерал берется для атаки, да? Хороший вопрос. У них есть, так сказать, вес, при котором рассчитывается, да? То есть больше вес, больше шанс пойти в бой. В зависимости просто от того, сколько у них войск. Все достаточно просто. То есть чем больше войск, тем больше вероятность, что именно он отправится в бой. Это все интересно. Мы тут поговорили про ширин фронт. А давайте теперь поговорим про битву. Во-первых, как можете видеть, битва случается в рандомном месте. Относительно рандомном. Есть несколько тоже вещей, которые увеличивают вес провинции, быть выбранной. Это если это столица, это если это Варгол. За какая здесь местность. То есть чем хуже местность, тем меньше шанс. И от инфраструктуры. То есть все вот эти от увеличивают. Кроме местности получается. Ну как, чем хуже местность, тем меньше шанс. Давайте разберемся, что происходит здесь. И вообще мы побеждаем или проигрываем. Пока что непонятно. Кстати говоря, у нас допустим прогнул хороший перг здесь, а у них плохой здесь. Поэтому у них получилась защита поменьше. И она дошла до нашей атаки. На самом деле смотреть надо вот сюда. Да, потому что именно здесь пишется, сколько на самом деле сейчас сражается войск. Дело в том, что хоть у них может быть хоть 100 батальонов, но если они внутри пустые, то очевидно толку от них не будет. Здесь же пишется общая численность напрямую, да. Ну здесь пишутся все вот эти вот модификаторы важные. Очень важный модификатор это восстановление. И, соответственно, вероятность убийства. То есть войска, когда получают урон, грубо говоря, могут стать раненными, могут быть погибшими. Погибшие, очевидно, не могут восстановиться, раненые могут. То есть периодически, давайте пропустим время. Видите, идет восстановление. Причем у французов, как я понимаю, эта теха прокачана. Нет. Окей. А, ну у нас просто войск меньше. Логично. Вот прокают восстановление. Периодически, да. То есть поэтому вы всегда хотите, чтобы было больше погибших, меньше раненых. А у вас наоборот. И у вас раненые могли восстанавливаться, конечно же. Вот видите, их было больше, статы одинаковые. Восстановление у нас такое же. Поэтому, собственно говоря, мы и проиграем. Плюс у них еще есть дополнительный урон боевому духу. Вот. Но как падает боевой дух? Когда достаточно просто. Когда войска получают урон, у них падает боевой дух. На эту битву мы 100% проиграем. Мы еще даже здесь можем посмотреть, да. То есть разница между количеством войск только растет. Так что эта битва точно проиграна. Что случается после победы или поражения? Во-первых, видите, мы здесь в атаке. Поэтому мы не можем потерять провинции при поражении. А вот они как раз таки могут. И что на это влияет? Во-первых, ширина фронта. Да. Далее, количество батальонов здесь. И плотность батальонов. То есть, чем больше батальонов по отношению к провинциям, тем меньше провинции забирается. Ну и плюс есть дополнительно. Вот здесь вот различные бафы, которые увеличивают заход провинции. Либо наоборот уменьшают, если это, допустим, тридшейная пехота. Ну и тридшаяная пехота также уменьшает вашу потерь. Видите, нам пока везде не везет. У нас пробует меньше войск. И это логично, потому что мы атакуем. Да. Хотя, конечно же, неприятно, потому что... Ну, как логично, это согласно парадоксовской системе. Потому что, по факту, если у нас здесь 258 батальонов, атаковать только четырьмя как-то выглядит так себе. Благо, на это есть куча модов. И вот есть еще один способ получить очень много атаки для ваших войск, даже без каких-то технологий. Дело в том, что вооруженные силы могут давать ревностный патриотизм. Это очень сильный баф. 30% это же очень много. И... Ну как, это 10 базовых, но если это могущественная группа, то есть если у них есть 20% лени, то она становится... То ее бафы удваиваются. Как у любой другой группы. Как их можно сделать лояльными? Во-первых, вы можете повысить им зарплату. Это до плюс 5 одобрения. Кроме того, вы можете начать принимать закон, который им нравится. Вот, допустим, здесь я начал принимать профессиональную армию. Вполне себе это может пригодиться вам в ее. То есть, видите, теперь настато здесь на самом деле больше. Давайте попробуем еще несколько боев провести теперь с нашим новым бафом. И вот, смотрите, здесь вот как раз-таки ситуация, о которой я говорил. У нас... Хотя здесь есть 10 батальонов, казалось бы, да, что-что-что-что не так. У нас, в принципе, не все так плохо. Но вот их состав очень плохой, и они все не успевают зарегениться. Что в таком случае делать? Смотрим этого генерала. Пускай он пока что просто будет на защите, как только эта битва закончится. И вот, смотрите, все уже стало получше. У нас прокает хороший, полный генерал. И мы побеждаем, потому что у нас чуть-чуть больше. А разница в статах не слишком большая. То есть, вот. На самом деле, мы еще в теории эту битву можем проиграть. Видите, потому что француз восстанавливается хорошо. Да, так и есть, мы ее проиграли. Видите, здесь абсолютно неправильно быть вот этот вот индикатор. Несмотря на то, что казалось бы, типа, да, вот здесь напишется, что мы побеждаем. Нет, французов уже больше. Да, мы ее проиграли. Вот так вот вполне все легко случается. Потому что у них все-таки... О, нам прокнула сразу профессиональная армия, забавно. Потому что у них статы все-таки... Вот это вот, у нас один батальон не перекрыл это вот количество статов. Неплохая идея, может быть, иногда делать вот так. Когда у вас точно есть какой-то генерал, которого вы хотите отправить в атаку, вы можете всех остальных просто переключить защиту. И именно он будет прокать, очевидно. Потому что только он атакует. А в чем преимущество? Вы смотрите, у вас есть хороший генерал. У него, смотрите, 20% атаки. Здесь еще 10% атаки, да, то есть статы хорошие. Таким образом, у нас получается, что статов больше, чем у французов. Им еще и прокнуло минус 25 у нас. У нас минус атака своего духа. И вот, кстати говоря, вот эту битву мы можем даже и выиграть. Смотрите, да, опять-таки. Пишется, что мы проигрываем ее, но мы открываем подробности. И... нет, чуть-чуть там не хватило. Но это уже было близко, да. Видите, как сократился разрыв по количеству людей. Еще один фактор, о котором надо помнить, это истощение. О нем нигде нормально не пишется, потому что парадоксы не додумались. Но вот, у нас здесь очень много войск. И вот что происходит. У нас истощение по 20%. Получается, мы теряем потери. И из-за этого, видите, у нас войска не восстанавливаются. Что можно сделать? Можно отвезти их домой. Причем... Делать это можно вот так. Я вам покажу сейчас баг, который все еще работает. Если вы делаете один приказ, потом сразу же второй, то второй выполняется моментально. Это полезно, потому что я считаю эту военную систему идиотской. Да, соответственно, почему бы ее так не использовать? Заметьте, кстати говоря, Ишки, по-моему, атакуют всегда, когда у них есть минимальное преимущество. Но это не точно. И вот наш генерал остановился. Мы можем его спокойно отправлять обратно на фронт. И вот мы перешли в атаку. Но смотрите, в атаку уже там, где мы защищаемся. Потому что из-за снабжения мы теряем войска. Мне надо их отводить. Но, в этой битве мы победили. Произошла классическая телепортация войск. Это нормально для этой игры пока что. Надеюсь, они это когда-то пофиксят. И вот следующая битва прокает вот здесь. Видите, нас очень мало, но статов у нас больше. Поэтому мы, конечно же, побеждаем. А, видимо, французы как раз-таки и были телепортированы. Вот дальше опять у нас нету... Не успели войска зарегениться. Вражеские войска зарегенины. Потому что у них здесь лишь мало частей войск, да? И, соответственно, мы эту битву очевидно проиграем. Хотя, если бы они были зарегенины, у нас были бы какие-то шансы. Таким образом, для серии удачных и не очень боев мы смогли отбить здесь вот территорию. Чуть-чуть даже начали на их территорию заходить. И здесь тоже. Чуть-чуть пробиваемся, но так себе. Допустим, вот здесь вот у нас французы все-таки победят. На севере же мы очень успешно защищаемся. И Ишка нам просто продолжает, как я и говорил, атаковать, потому что у них есть преимущество. В принципе, они атакуют уже, когда вот это вот наше преимущество минимально. То есть им достаточно примерного баланса для начала атаки. Вот смотрите, вот здесь вот уже мы начинаем побеждать, да, постепенно. И на самом деле тоже полезно иметь несколько генералов для атаки, как раз-таки тоже для этого. Чтобы ваши другие генералы успели зарегеневать. То есть вот этот, видите, атаковал тот же. У него здесь войска были не зарегененные. Но когда они меняются, в принципе, они успевают подрегениться перед этим. Вот здесь вот нам прокнуло очень ужасно. 1-2. Еще на этом, в принципе, наверное, все. По тому, как битва работает, да. Давайте еще поговорим о том, как это можно улучшить. Есть один очень-очень сильный баф с тот темпом обучения. И, соответственно, есть вот отсюда добавь темпа обучения. Допомню, что вот эту вот войну нельзя иметь. Надо всегда в войне, как минимум, на средние ставить зарплаты. Что это делает? Это ускоряет как раз-таки ваш реген. Причем вы понимаете, да? Если вы поставите вот этот закон, извините, вот этот закон, мало того, что это даст вам кучу призывников и казарм, да, это еще ускорит в два раза темпы восстановления вашей армии. И это очень сильно. Причем это темпы восстановления как раз-таки не в бою, которые, да, вот эти вот подъемы, а это темпы восстановления в самой казарме. То есть, грубо говоря, темпы восстановления вот здесь. Соответственно, вот эти вот личные составы будут пополняться намного быстрее. Плюс еще это можно также ускорить, строя их плотно. Потому что, посмотрите, в Москве на 120 уровень. Так, мы смотрим сюда. Темпы обучения 400. Если мы смотрим на какой-нибудь 12 уровень, темпы обучения 240. Соответственно, плотная застройка также для казарм намного эффективнее, чем не плотная. Кстати говоря, вот Франция на Белый мир вышла с нами автоматически. И теперь мы уже османов задушим. То есть, тоже надо понимать, что если вот такая вот стоит война, то Ишка вполне себе в один момент может выйти на Белый мир, если у него самое важное нету. Казус Белли вот здесь вот. То есть, допустим, Швеция. Так вряд ли выйдет. У них есть казус Белли. Франция вполне себе легко. На этом, я думаю, все, о чем я хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Кроме того, рекомендуем устанавливать различные моды на изменение вот этой вот механики фронтов. Потому что вот такие вот битвы, когда стоят здесь 300 батальонов, 400, а иногда бывает и 500-1000, я не знаю, батальонов, да? Это ненормально. Вот. А с вами был Дубгай. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Оставляйте комментарии. И до скорых встреч. Пока.